Ну, вот эту конфетку возьму. Сейчас попробуем. Лариса, что-то сердце колет. Мы же договорились. Если что, сразу звоним в скорую. Ну че, ну че. Сейчас придет. Весь больной. Денег нет. Жилья своего нет. И детей, как я понимаю, тоже не будет. Я жизнь прожила, маялась. Думала, хоть тебе повезет. Так ведь нет. Нашла себе неудачника. Мам, не начинай, я не разведусь. О, опять он. Я уже говорила вам, что вы меня не запугаете. Вот мерзавец, а. Мам, не ездила бы ты на дачу. Ты же там совсем одна. А ты не переживай. Где шмучий без меня будет? Влад? Влад! Владушка! Господи, что же это? Влад! Сергей, вы уйдете? Сергей, вы уйдете? Ты дома? Я зайду! Сергей, вы уйдете? Горб! Горб! Господи! 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Паспорт Евгения Сергеевна Маркизова, 56-го года рождения. Ну что, Константин, задушили Евгению Сергеевну? Задушили. Убийца удавку с собой забрал. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Как обычно, нам достаются либо многоквартирные дома, полные слабослышащих, либо поселки полные глухонемых. Ну ты не ворчи, здесь дача. Кругом никого у нас едите на свидетельницах. Вы обнаружили тело? Я Варварина Елена Петровна. У меня дом напротив, через дорогу. Мне Лариса позвонила, дочка Сергеевны. Говорит, мама трубку не берет. Я зашла и вот нашла. А когда вы пришли, дверь была заперта или открыта? А у нас никто днем не запирает. Тут все свои. Так что же, значит, свои и убили? А выходит, что так. У меня Джек во дворе. Если какой-нибудь чужой мимо проходит, он всегда лает. А сегодня только на Дениса лаял. А Денис это у нас кто? Это их знакомый из Парижа. Он утром к Сергеевне заезжал. Потом она его проводила, я видела. Значит, была чужого. Стас Козь, давай-ка я пойду. По участку пойду, осмотрюсь. Давай, я здесь с отпечатками закончу. Педиатр, заслуженный врач на пенсии. Жалко-то как, а? Неужели опять убийство из-за наследства? Кстати, наследство хорошее. У Маркизовой была большая квартира в центре Москвы. Потом она ее разменяла на две поменьше. В одной жила сама с дочерью и зятем, а другую сдавала. Так что и сбережения наверняка имеются. Выяснили, что завещание? Завещания нет. Муж давно умер. Наследство поделит дочь Лариса и сын Виктор. Дай. Вот. Дочь менеджер в торговой компании. Сын 10 лет назад следил за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас работает в автосервисе. Вы с ними связались? Лариса уже едет на дачу. Виктор на звонки не отвечает. И с утра на работе не появлялся. Я чего вспомнила? Калитка у нее один раз скрипнула. Это уже после Дениса было. Джек побежал к воротам, а не залаял. Я глянула, но никого не увидела. Один раз всего калитка скрипнула. Один раз? Я запишу в протокол. Нехорошо так говорить, но как аукнется, так и откликнется. В каком смысле? Так взять она своего в могилу свела. Житья ему не давала, вот он и помер на днях. Я вчера зашла к ней соболезновать, а она мне говорит, Ларисочка теперь свободна. И довольная такая. Здравствуй, муточка. Соседка весь мозг унесла. Калитка скрипнула только один раз, калитка скрипнула только один раз. А, все правильно. Потому что он, когда маркизу задушил, не на улицу вышел, а здесь вон, через забор сиганул и по тропинке на станцию. Почему он? Может она? Да нет, ну следы-то поглянь. Мужские. Странно только, почему собака не залаяла. Может кто-то из местных? Может и из местных. Но полиция уже весь поселок обошла и опросила. Тут на буднях-то одни старики да дети. Одна машина только сегодня приезжала. О, кажется, еще кто-то подъехал. Мама! Серега, а ты пойди с дочкой пообщайся, а я здесь закончу. Мы с мамой вчера поругались, она уехала на дачу. Сегодня я ей звоню, она не отвечает. Я занервничала. Всю муж два дня назад скачался. Что случилось? Второй инфаркт. Скорая не успела. Самолезная. Но я вынужден вам задать несколько вопросов. Вот мне соседка сказала, что тут был некий Денис. Денис, это кто? Хрущев, он... Он мой знакомый. Он привез маме лекарства, они дружили в последнее время. А почему же сейчас, в эту минуту, его здесь нет? Ногу подвернул, пошел к врачу. Мне нехорошо. Да вы не волнуйтесь, у нас тут скорая... Медики сюда! Синюшность лица, кровозлияние конъюнктивных век. Короче, классическая картина удушения. Следов борьбы на теле не обнаружено. Смерть наступила два часа назад. То есть, сегодня около полудня. Можешь сказать, чем душили? В стране ангуляционных борозда бледные, края размытые. Что-то мягкое. Шарф или платок. Да, в борозде обнаружены частицы ткани, они уже в лаборатории. Хорошо. Скоро тебе еще один труп привезут. Зять Маркизове скончался на днях. Вроде бы сердечный приступ, но подозрительно. В одной семье две смерти подряд. Я запросила тело. Пенсионерка Евгения Маркизова найдена задушенной на собственной даче. Преступнику удалось незаметно попасть в ее дом, а также незаметно покинуть поселок. Маркизова оставила неплохое наследство – две квартиры в Москве. Сын Маркизовой Виктор отбывал срок за грабеж. Найти Виктора не удается. Тем временем выясняется, что два дня назад погиб от сердечного приступа зять Маркизовой Влад. Эксперты принимают решение разобраться с его смертью. Ткань удавки шелк, цвета белый и синий. Нити на заборе – синтетика, скорее всего, дешевый свитер. Также есть микрочистец никотина и смол. Сигарета тоже дешевая. В доме пальчики неизвестного мужчины. Я думаю, что это знакомая Лариса и Денис Хручев. Они вместе учились в институте. Денис сейчас в Париже работает, в фирме по разработке программного обеспечения. Я думаю, что свитер, табак – вряд ли его. Лови фотку. Вот этот телефон Маркизовой. Снимаем крышку. Вот это убираем. Здесь был жучок. Но зачем кому-то прослушать пенсионерку? Это я поставила прослушку. Понимаете, у нас недавно девушку сбили на переходе. Водитель совсем мальчишка. Ехал на красный. А мама при чем здесь ваша? Она шла из магазина и все видела. Рассказала полиции. А отец этого мальчика, Суриков, он стал нам звонить. Просил показания изменить? Да. И деньги предлагал. Но мама была очень принципиальная. Она отказалась. Потом начались угрозы. И он не только звонил. Ваша мама пожилой человек. Она могла ошибиться. А ее показания могут сломать судьбу моему ребенку. Вот у вас есть дети? Думаю, вы знаете, что нет? Да, мы не поймем друг друга. Но я готов сделать все, чтобы защитить своего сына. Я могу заплатить. Хорошо заплатить. Мама вам уже ответила. Что вы ждете от меня? Я хочу, чтобы вы повлияли на нее. Мой муж идет. Я надеюсь, вы поняли и подумаете о том, что я сказал. Я готов на все. Так, а это кто? Это он маме звонит. Я боюсь за нее. Влад, если бы не она, нам жить было бы негде. Мы должны что-то сделать. А что я могу? Я же неудачник. Вот позвони своему Денису. Денису посоветовал поставить прослушку, чтобы было с чем пойти в полицию. Звонки записывались на мой компьютер. Ну, разговор можно так записать. У многих телефонов есть такая функция. Мама плохо разбралась в технике. Могла забыть, на что нажать. Поэтому мы поставили жучок. Но буквально в тот же день Сориков перестал звонить. Я думаю, это он ее убил. Ну, его мы проверим. А другие звонки у вас в записи остались? Нет. Там не было ничего интересного. Ну, не было. Любая мелочь бывает важной. Мы попробуем восстановить эти файлы. Из полиции передали материалы по ДТП. Потерпевшая Анжелика Лаевская, 23 года. У девушки множественные переломы. Состояние тяжелое. Маркизова была единственным свидетелем происшествия. За рулем был Тимур Васильевич Суриков. 19 лет. Студент-автогонщик. А где он сейчас? Дома. Под подпиской о невывезде. И в гипсе. Он потерял управление, когда сбил Лаевскую и разбил машину. Ну, тогда займемся его папой. Суриков Василий Константинович. Мальчик, 45 лет, занимается недвижимостью. В 90-е, в 90-е подозревался в связи с криминальными структурами. Но ни разу не привлекался. Да, я звонил Маркизовой. А зачем мне ее, собственно, убивать? Мы ведь все решили. Что, значит, решили? Она пришла сама ко мне, сказала, что мы можем договориться. Мы поехали за деньгами в банк. Проводите его в допросную, я сейчас. Галина Николаевна, что у тебя? Суриков не врет. Он действительно в полдень был на конференции. И еще, он со своего счета снял 10 тысяч долларов. Но это ничего не доказывает? Он мог отдать эти деньги киллеру? На записи камеры в банке видно, что он пришел туда вместе с Маркизовой. Кроме того, в этот же день она со всех своих счетов сняла все свои деньги. Но это около 40 тысяч рублей. Интересно, зачем ей столько наличных? Ну, пока неизвестно, но денег в ее квартире нет, и дочь про них ничего не знает. Так, может, сын в курсе? Вы его нашли? Да, я пробил его мобильный. Он сейчас находится в своей съемной квартире, и Маське к нему уже поехал. Хорошо. Хрущев здесь. Посмотрим, что он расскажет. Я за Ларисой еще в институте пытался ухаживать. Но Евгения Сергеевна меня к ней не подпускала. Говорила, сначала денег заработай. Вот я и начал зарабатывать. В последние годы вы живете и работаете во Франции? Да. Нас судьба с Ларисой развела. Я женился на другой, потом мы уехали в Европу. Потом я развелся. Приехал сюда по делам, а тут как раз встреча выпускников. Там я ее и увидел. И понял, что по-прежнему люблю. Но у Голубевой был муж. Я ему смерти не желал. Лариса бы и так была моей. Я всегда своего добиваюсь. У Маркизовой была крупная сумма денег. После ее убийства деньги пропали. Не знаете, зачем они были ей нужны? Для сына. Я не знаю, мне кажется, что Виктор шантажировал ее. Вот как чем? Я не знаю. Она попросила у меня в долг 10 тысяч долларов. И попросила, чтобы я никому ничего не говорил. Еще 10 тысяч? И вы дали? Ну да. Я же не хотел портить отношения с будущей родней. Потом она повздорила с Ларисой. Мне пришлось прокатиться на дачу. Ну а про таблетки я Ларисе наплел. Алло, Майский. Деньги Маркизовой могут быть у ее сына. Обыщите квартиру. И в любом случае везите его сюда. Открывайте, полиция! Майор Майский, федеральная экспертная служба. Здравствуйте. Чего надо? Войти надо. Слушай, майор, я сейчас совсем никакой. Сам понимаешь, горе. Нельзя потом. Нельзя. Организуй понятых. А понятых, понятых зачем? Все это объясню. Давай. Давай, давай, давай. Чего у нас тут? Что? Мне мать бабки дала. Ага. Где ты был сегодня 12-го дня? У кореша. У нее тачка сломалась. Просил посмотреть. Потом мне Лариска позвонила. Она сказала про маму. Я водки купил и домой поехал. Все. Лопатник твой? Твой. Смотри-ка. Чего это у нас здесь? Ты глянь. Билет на электричку куплен в 11-10. Чего? Нашли на кого мокрюху повесить? Тварь, пусти! Ни при чем я! Не виноват! Нить на заборе и свитер Виктора Маркизова. Свитер сильно прокурен. Содержание частиц никотина и смол в образцах совпадает. А на его обуви почва сдачи. И еще следы на тропинке у забора. Тоже его. Соседская собака Виктора знает? Знает. Вот поэтому и не лаяла. Зачем сыну убивать мать? Тем более она ему деньги давала. Ну еще бы знать, зачем она ему давала? Кстати, на двух пачках отпечатки Хрущева. Ну что, успокоился? Можешь нормально тебе говорить? Слушай, майор, у меня иногда после зоны крышу срывает. Но не убивал я мать. Клянусь. А доллары? А билет? А алиби ты себе зачем придумал? Не был ты никакого кореша днем. Не был. Мы все проверили. Ты ему днем позвонил, сказал, чтобы он тебя прикрыл. Он согласился, но ты одного не учел. Не хочет твой товарищ с Мокрухой связываться. Мы ему про убийство все рассказали, и он тебя слил. Да. Я был на даче. Мать бабло обещала. Я и поехал. Вот. Уже лучше. А что не на машине? Так я вчера выпил. Утром похмелился. Не хотел рисковать. Менты остановят, а я аж с деньгами буду. Ладно. Дальше что было? Ну, я приехал, а она там мертвая уже. Бабки в сумке взял, пальчики стер и к ходу. Что-то я не понял. А что же, убийца деньги тебе оставил? Да может, он не знал про них ничего. Угу. А зачем тебе мать деньги доставала? На мастерскую. Я давно хотел свое дело завести. Но мать меня и поддержала. Поддержала. Как сына своего. Чего, не веришь? Чего-то как-то нет. Маркизова четыре дня тому назад обратилась в агентство недвижимости и выставила на продажу свою вторую квартиру. Но, когда она узнала про смерть Влада Голубева, она позвонила опять-таки в это агентство и все отменила. Я думаю, что это как-то связано. Тело Голубева сейчас у нас, посмотрим, что Селиванов скажет. Ну что, я могу сказать, что с Голубевым все в полном порядке. В смысле, никаких следов насильственной смерти. В заключении скорой написан инфаркт миокарда. Именно инфаркт, именно миокарда. И еще где-то за сутки он получил серьезный ушиб плеча и спины. Возможно, что где-то упал. Галь, в чем дело? Да нет, Боря, я в тебе не сомневаюсь. Но в этой смерти что-то не так. ФС расследует убийство пенсионерки Евгении Маркизовой. Перед смертью Маркизова собрала крупную сумму денег. Все наличные оказались у ее сына Виктора. Во время обыска Виктор пытается сбежать. Улики указывают на то, что он был на даче во время убийства. Виктор утверждает, что мать хотела дать ему денег на открытие автомастерской. По его словам, приехав на дачу, он нашел ее уже мертвой. Также следствие смущает смерть зятя Маркизовой Влада. Влад умер за два дня до своей тещи от сердечного приступа. ФС считает, что обе смерти могут быть взаимосвязаны. Вы езжать собираетесь? Да, Денис с собой зовет. А здесь у меня никого не осталось. Вот с похоронами разберусь, вещи при этом раздам и поеду. Скажите, а ваша мать Владу недолюбливала? Мама хотела, чтобы я была счастлива, чтобы муж был успешным, богатым. А Влад учитель. Зарабатывал мало, со здоровьем проблемы. А у его смерти ничего странного не было? Нет. Мы знали, что так может случиться. Но если бы я в тот вечер пришла домой раньше... Последний вопрос. А что за синяк у него на плече? Этого чуть машина не сбила. Тут, рядом с домом. Ларис, извиниться хотел. Ну, прости меня, ну пожалуйста, ну я сорвался тогда. В полицию мы не звонили? Муж все равно не запомнил ни номер, ни марки. Только цвет. Черный. Алло, Андрех, я. Слушай, ну камер здесь нет нигде. Зато на столбе нашел серые царапины. Ну, следы от удара. Да, и автомобильная краска там есть. Взял на экспертизу. Влада Голубева пытались сбить в черной машине, когда он звонил своей жене. Я проверил время звонка. Потом проверил камеру на ближайшем перекрестке. В это время там проезжала только одна черная машина. Вот она. Номер грязью замазан. И кого мы будем искать? Я подумал, не станет он кататься по городу с грязными номерами. Тогда я проверил камеры по ходу движения, через пять кварталов, вуаля. А ты уверен, что это та же самая машина? Ирина Николаевна, три совпадения. Наклейка, пятно грязи и ленчик на дворнике. Убедил. Выяснил, кто владелец? Конечно. Некий Арсеньев Кирилл Валерьевич, бухгалтер. Ни с кем, с фигурантов он не связан. Походу, замазали царапину. Да, Галь? Ну что, машина в тот день была в сервисе? Да, есть квитанция. Сейчас продиктую адрес. Записываешь? В этом автосервисе работает Виктор Маркизов. Думаю, это он взял машину клиента, чтобы сбить Голубева. Но зачем? Какой ему от этого прок? Я, кажется, знаю какой. Краска, которую нашли в переулке, с кузова машины Кирилла Арсеньева. Арсеньев имел неосторожность поставить ее на ремонт в ваш автосервис. В машине ваши отпечатки пальцев. Вы хотели убить Влада Голубева. Да не хотел я, только делал вид. Для матери. Это мать хотела. Ай, твоей сестре нормальный мужик нужен. А нет, этот Кисель. Вон Денис приехал. Очень даже ей интересуется. Но пока с ней Влад, она ни о ком думать не может. Мать, а я-то здесь при чем? Нужно сделать, чтобы в ее жизни не было Влада. Совсем. Я тебе десять тысяч дам долларов. Не пойдет. Я ж так могу на нары загреметь. Сто тысяч. О! Ну а где же я тебе их возьму-то? У тебя две хаты. Продай одну. Хорошо. Только это нужно сделать быстро. Пока Денис в Париж не уехал. У него же тоже терпение не безграничное. В Париж. Ладно, сделаю. Только мать, аванс нужен. Да будет тебе аванс. Да ты только не спейся у меня, а. И вообще на мобильный мне, смотри, не звони. Звонки могут прослушиваться. Понял? Да. Смотри у меня. Не собирался я его убивать. Просто пугнул. Матери сказала, если хочет результата, пусть еще бабла подгонит. А тут Влад взял и сам помер. Ну что? Прибарахлился? И хватит с тебя. А ну-ка верни, что осталось. Мать, ты чего? Мы ж с тобой все уже перетерли. Это я от тебя денег жду. Не смей со мной так разговаривать. Я деньги обещала, если ты Влада убьешь. А так, я ничего тебе не должна. А мы сейчас посмотрим. Я деньги обещала, если ты Влада убьешь. А так, я ничего. Значит так, продашь вторую хату, бабки мне отдашь. Или я запись покажу Лариске. Слушай, мать, ты скажи, Влад сам сыграл в ящик? Или ты помогла? Заткнись. Дай мне тебе деньги. Ну, я тебя прошу, не говори ты сестре ничего. Ну, не порти ты ее жизнь. А хату толкнуть? Это ж время надо. А мне вечером кореш звякнул, у него знакомый мастерскую сдает. Недорого, но предоплата, залог, пятое-десятое, я посчитал, не хватает. И вы позвонили матери? Да. Говорю, ищи бабки. Иначе сеструха узнает, как ты Владика хотела мочкануть. На другой день мать перезвонила, сказала, что на даче, и что деньги у нее. Я деньги и обещала, если ты Влада убьешь. Вот тебе и божий одуванчик. Мобильник Маркизовой прослушался. Значит, у Ларисы была запись звонка у Виктора. Именно, что была. Она все стерла. Более того, как специально в этот же день весь винчестер забила музыкой и фильмами. Так что старые файлы не восстановить. Я думаю, что она это специально сделала. Ей сейчас не до кино должно быть, но не до музыки, естественно. Слушай, а ведь это запись, всегда серьезный мотив. Лариса, узнав о том, что мать хотела убить мужа, могла приехать к ней в состоянии эффекта и задушить ее. Шелковый платок. Белый с синим. Точно таким же задушили вашу мать. Я два таких купила. Один себе, а другой ей. Господи, да что же это? Я ее не убивала. В любом случае, вам придется проехать со мной. Не бойся. У тебя будет самый лучший адвокат. На платке нет патушеровых маркизовой. А стирали ее давно. Это не орудие убийства. Ну, а зачем ты стерла запись телефонного звонка Виктора? Ну, это же улика была, понимаешь? Улика. Они все мертвы. Мама, Влад. Я не хотела выносить ссоры за сбы, да и брата подставлять не хотела. Я не верю, что он убил маму. Витя жалкий, но он не убийца. Ладно, бог с ним, с Витей. Ну, а ты, ты на звонок как отреагировала? Я позвонила Вите, но он бросил трубку. Потом пришла мама. Мама, ты правда хотела его убить? Тебе Витя звонил, а мы же прослышаем звонки. Ну, что ты, Ларисочка? Витя пьет. Да мало ли чего он там говорит. А я Владика жалела, но я б никогда... Ты его ненавидела. Может, ты его и убила? Ну, о чем ты говоришь-то, доченька? Ну, ты же знаешь, у Владика было больное сердце. Ну, как бы я могла его убить? Не знаю, но если окажется, что ты к этому причастна... Ой. Ой. Мама в тот же вечер уехала на дачу, чтобы глаза мне не мозолить. Я Денису позвонила. Он сказал, что у Вити белая горячка. Что мама тут ни при чем. Я и сама хотела в это верить. Так, давай немножко назад вернемся. Ты сказала, что вчера в одиннадцать утра ты была в морге, потом пошла в парк и там до пол первого гуляла. Так? Так. Кто это может подтвердить? Никто. Я же была одна. Подождите. Я вспомнила. Я заходила в кафе. Мне нехорошо стало. Я попросила там стакан воды. Ну что, официант в кафе Ларису вспомнил. Получается, у нее алиби. А Виктор в убийстве не признается. Других подозреваемых у нас нет. А что по поводу соседки Маркизовой? Может быть, они не сошлись по поводу сроков высадки томата в грунт? Да нет, у него шестьдесят лет, у него ревматизм. У него сил бы не хватило задушить. Нет, там кто-то был еще. Ну почему собака не лаяла? А я знаю почему. Собака злодея могла не видеть, если он входил и выходил через окно. Так, на первом этаже со стороны леса на окнах решетки я проверял. Окна с осени не открывались. А вот на втором этаже открывали. Я тут кое-что нашел. Вот этот снимок со страницы Ларисы в интернете. А вот этот Майский сделал вчера. Лестница пропала. Когда мы приехали, лестницы уже не было. Вот понедушитель забрался в дом. Галена Николаевна, мы тут... Да я все слышала. Поезжайте с Майским на дачу. В общем, ситуация такая. Окно наверху не заперто, следов взлома нет. Отпечатков пальцев тоже я проверил. На полу в комнате следы обуви 44-го размера. Похоже, какие-то сапоги резиновые. Типа того. Лестницу ищем. О! Нашли лестницу. Все, давай. Окно не взломано, значит, открывали изнутри. А лестницу заранее могли отнести за дом. Ну, это не Маркизова. Она не в том возрасте, чтобы тайком принимать любовников. Ну, остается тогда Денис Хрущев. Он был у нее вчера. Вот только зачем ему убивать будущую тещу? Были бы конфликты, я бы знала. Покойная со мной делилась. Так какие конфликты, если она за Дениса дочь замуженнюю отдать хотела? Нет, вру. Вспомнила. Был один конфликт. Где-то дня три назад. Он ее еще тогда в город отвез в последний раз. Это в тот вечер, когда Влад Голубев умер? Тот самый. Она с Денисом разругалась, а я все слышала. У него билет был в театр. И он боялся опоздать. А она его завставила банки с огурцами загружать. Пять штук. Но уехали рано. Вас сколько не помните? Вас сколько же. Любимушка как раз началась. Что? Любимушка. Сериал. Но там про девушку, у которой рано умерла мать. А отчим ее... Понятно. Я помню. Спасибо, любимушка. До свидания. До свидания. Так. Ну вот так она, походу, стояла. Странных следов нет. Как будто граблями прошлись, что ли. О, и ступенька свежесломанная. Мы почти поминутно восстановили события вечера, когда умер Влад Голубев. В семь часов Лариса приходит домой, находит своего мужа при смерти, вызывает скорую. Через пятнадцать минут Маркизова приезжает с дачи. Сериал, который смотрит Варварина, начинается в шесть часов. В это же время Хрущев увез Маркизову с дачи, а ехать им сорок минут. Но они могли задержаться, застрять в пробке. Нет, не могли. Я проверил камеру с соседней улицы. Машина Дениса проезжала мимо нее без двадцати семь. То есть Маркизова приехала домой раньше дочери? Да, и не одна. Я не верю, что Хрущев не помог ей донести банки с игруцами до квартиры. Их пять штук. Купня наша. Вот тут мы и живем. Так, я звоню скорую. Нет, не надо. Так будет лучше для всех. Вот молодец. Правильно. Так. Давай вторую сумку. Так, идем. Скоро Лариска вернется. Ну, Лариса что-то заподозрила после того, как послушала запись звонка брата. Заподозрила, что муж мог умереть не сам. Но я о своих подозрениях рассказал Хрущеву. Да, и Хрущев испугался, что все вскроется. Маркизова стала для него смертельно опасной. Ведь только она одна знала о том, что они были вместе в квартире. Хрущев решил разобраться с Маркизовой. А после того, как он с ней разобрался, на дачу приехал Виктор. Забрал деньги и подставился по полной программе. Похоже, резиновый обувь такая же, как в доме. Только там следы везде ровные, а здесь правый постоянно смазан. Видно, лестница все-таки обломилась, когда он спускался. Помнишь, Хрущев еще вчера на храму вот этот? А здесь, кажется, автомобиль стоял. А ну-ка, дай планшет. У нас достаточно улик, доказывающих вашу вину. В кармане вашего плаща обнаружены микрочастицы шелка от платка, которым вы душили Маркизову. А на вашей обуви обнаружены следы резины от галош. Точно такие же следы были и в доме, и на лестнице Маркизовой. Наследил все-таки. Вы были вместе с Маркизовой в квартире, когда у Влада начался приступ. Да я хотел позвонить в скорую, но меня старуха отговорила. А потом, когда Лариса мне рассказала о звонке брата, да откуда я знал, что задевает эта старая дура? А потом, когда понял, то я осознал, что... рано или поздно просто все вскроется. Лариса бы меня никогда не простила. И как вам только в голову пришло нанять киллером своего сына, он же и дальше вас будет шантажировать. А если Лариса узнает о том, что мы сделали, то есть не сделали. Ну, я скажу, что тебя там не было. Пусть меня ненавидит. Главное, чтобы Лариса была счастлива. Я их в тюрьму пойду, если надо. А у вас будет все хорошо. Так, прослушку я вынул. Звоните Виктору. Вы заранее открыли окно на втором этаже и приготовили лестницу. Потом уехали, оставили машину в лесу и прокрались к даче. Да, я эти места очень хорошо знаю. Да, я эти места очень хорошо знаю. Следы у дома я подчистил. Лестницу надо было подальше выкинуть. Но она тяжелая, я ногу подвернул. Не повезло. Но не так, как Голубеву и Маркизовой. Все, что я хотел, это быть с любимой женщиной и увезти ее в Париж. А старуха могла помешать этому. Не сейчас, так потом. Что, если бы через пару лет ей захотелось исповедоваться? Я должен был подстраховаться. А теперь вам придется забыть и о Ларисе, и о Париже. Уведите. Я распоряжусь, чтобы вас домой отвезли. Да, домой. Меня Влад ждет. Мы собирались к маме на дачу. Там сейчас так хорошо. Мама блинов напекла. Боря, нервное потрясение пройдет. У вас был тяжелый день. Пойдемте со мной. Пойдемте со мной. Продолжение следует...